life ну что кто у нас там на подключается посмотрим привет их можно было бы узнать кто первый из первейших потому что у меня сразу раз показывается 15 человек 20 человек так 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 я сейчас напишу о чем будем сегодня разговаривать у меня сегодня для вас умная умная тема лайфхаки по для обсуждения даже не длиннее для обсуждения а для того как сделать очень многие процессы супер эффективными расскажу про это тоже привет привет ну что как всегда ждем что все понемногу подтягиваются окей так уже какие-то вопросы вы кстати можете писать вопросы если нас остается на их время мы обязательно по ним пройдемся вот здесь вот внизу есть такие карты нет то что как дела у меня все отлично меня дела хорошо вот собственно собственно вот так о чем хотелось сегодня с вами разговаривать я хотела вам сегодня рассказывать о том конечно же о чем могут многие репетиторы или курсы не рассказать и это не касается present simple там или каких-то тем все с темами так прекрасно разберутся сегодня будем разбирать как сделать любое обучение курсы репетиторов я не знаю вообще что угодно кстати может может мне как-нибудь нарядненько сак вам выйти типа вот такой вот мне очень нравится вот такой вот у меня формат а так вот как сделать любое обучение эффективным если речь идет просто вот просто о любом формате значит какие бывают форматы разберемся это бывают курсы курсы самый распространенный способ изучать в принципе любой язык он усредненный по стоимости и многим кажется более таким доступным сегодня про это тоже кое-что скажу курсы я имею ввиду групповые занятия когда неважно какое количество кстати сегодня расскажу про лайфхаки и для мини-групп мини-группами я называю группы 3-5 человек до или большие группы сейчас кстати в основном крупные школы ну и в принципе школы языковые набирают достаточно крупные группы это восемь-десять человек и надевает начинают называть их мини-группами страшно представить да если это мини-группы что такое группа типа 50 человек 30 или когда в российской школе классы там по 30-35 человек это очень много естественно особенно еще до всегда смотрите сколько времени уходит на одно занятие ну про это сегодня тоже расскажу и как понять эффективность то есть это первый формат до групповые занятия на курсах следующий формат это формат индивидуальных занятий елена киреева быстрее бы к сути я сегодня в том настроении в котором мне не интересно чтобы вы дождались сути поэтому вы покидаете наш прямой эфир вот следующий формат это формат индивидуальных занятий это любой любая продолжительность даже если вы берете занятия один раз в неделю или вы берете занятия три раза в неделю вне зависимости от того с носителем языка вы занимаетесь или не с носителем языка это сейчас вот эту тему тему обозначу в комментариях я закреплю секундочку как сделать любой формат эффективнее эффективнее вот так и закреплю его и все вот это то о чем мы сегодня с вами разговариваем индивидуальные занятия не имеет значения занимаетесь ли вы с носителем как я уже сказал или с русскоязычным будет актуально абсолютно то же самое это это второй формат и формат самостоятельных занятий то о чем всегда забывается диана прошла твой марафон спасибо мне наконец-то стало легко изучать английский спасибо большое я очень рада спасибо большое прежде всего вам большое вам спасибо how are you doing так вот почему годами изучается английский в любом обратите внимание что вот можно взять людей разного уровня дохода могут быть ребята которые учили просто всеми способами английский и обратите внимание если все вот всех собрать в одной комнате да и спросить кто какими способами английский учил то все будут называть приблизительно те же самые одни и те же в одни и те же способы но получается что они одинаково не срабатывают дело не в способах я всегда говорил несмотря на то что я бурчу периодически да на тему что там репетиторы не работают там курсы не работают глобально работает все до школы можно ли после российской школы выйти и абсолютно легко разговаривать на английском конечно можно после вообще не прибегая к помощи никаких репетиторов и я знаю такие примеры можно и после институтов разговаривать и после школы и вообще как угодно можно вопрос не в том что это абсолютно не работающий метод как любой инструмент им нужно правильно пользоваться и любыми курсами и любыми школами и любыми репетиторами это вопрос не самого курса репетитора учителя от того как вы будете это знание брать первое что важно понять почему задумаетесь да на тему того почему все-таки групповые занятия не самое лучшее что бывает во первых это продолжительность занятия поделенная на количество участников группе даже если мы говорим что это типа мини-группа а я называю мини-группой количество от трех до пяти человек сейчас люди потому что показывают разные школы языковые они называют это количество от 8 до 10 а некоторые до 12 человек говорят маленькие группы спрашиваешь сколько говорят ну 9 10 12 человек на деле это обычная группа сформированной из 15 человек просто часть еще не ходит вот такое тоже бывает вот то есть выросла немножечко да это количество допустим мы говорим о количестве вот идеальная группа 3-5 человек это типа немного но смотрите идет занятия полтора часа в начале всегда вот давайте вспомним любое занятие как начинается кто-то опаздывает да со всеми сначала здороваемся это уже 10 минут потом начинается проверки домашней работы например да кто-то не сделал какие-нибудь шутки какие-нибудь отвлекания до отвлечения происходят если например кого-то одного спрашивают про домашнюю его работу то остальные ждут своей очереди не следят чаще всего прям не фокусе то есть получается что из всего из всех полутора часов максимум ты качественно на себя и на свой английский уделяешь минут десять-пятнадцать поэтому даже если кажется что групповые занятия стоят выгоднее чем любые другие форматы то посмотрите что на самом деле за эту стоимость вы учитесь десять минут при этом я организовывала и групповые занятия когда-то я знаю прекрасно что статистика любых курсов любых форматов это пять недель здесь цикл пяти недельный цикл что это значит это значит что в течение этих пяти недель подопечные еще находится более-менее в фокусе что происходит потом потом он начинает сначала забивать на домашку то есть как после нового года когда типа да вот все а учу английский с нового года или все вот учу худею с нового года первые два дня ты весь такой на эйфории что-то делаешь учишь красивые ручки себе покупаешь до учишься потом начинается уже первое это забивание на домашнюю работу нужно занять это еще приходишь потом начинается опоздание на занятия чем еще не очень удобной группы тем что там график закрепленный типа вторник четверг девятнадцать тридцать до понедельник среда девятнадцать ноль ноль и первую неделю первые даже две недели это еще как-то получается держать потом мы все взрослые люди и если для нас не является английским вопросом прям жизненной важности жизненной необходимости чтобы мы прямо все бросили и мы занимались то мы начнем опаздывать на занятия мы начнем затем пропускать занятия вот цикл из пяти недель это тот срок который подтвердит абсолютно любой тренер вообще в принципе не только в английском но и в любом другом деле это тот срок через который если за этот срок у подопечного сдвига не произошло то подопечный просто отваливается забивает и занимается уже вообще то есть своими какими-то делами до следующего раза до до следующего раза до следующего нового года когда его снова припрет учить английский он скажет ой вот сейчас я точно сейчас все выучу я попробую еще раз что он делает он приходит на тот же самый уровень с которого ушел почему потому что тот он не закончил два-три раза таких попыток он начинает считать что с ним что-то не так да что у него это не получается что у него ему это неинтересно что он не может понять все эти темы короче что у него какие-то проблемы и он в принципе замыкается и дальше не продвинется уже ощутимо что нужно сделать нужно обязательно обязательно сменить методику потому что если вдуматься то по этой схеме когда ты приходишь на занятия сидишь с другими людьми в одном кабинете тебе дают какие-то задания потом дам дай домашку ты уходишь домой и потом приходишь с выполненной домашкой какая это схема правильно школьная 10 лет вы отучились в школе потом еще несколько лет отучились в институтах кто-то ходил на курсы кто-то ходил к репетиторам у кого-то были там я не знаю повышение квалификации и везде была одинаковая система ты приходишь учишь получаешь домашку приходишь эту домашку проверяешь и так заново 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 от этого ты просто устаешь именно по этой причине не выполняешь все эти задания и отсутствует у тебя интерес интерес это один из супер ключевых навыков что такое интерес абсолютно для всех для взрослых людей для детей вообще для кого угодно интерес это некая игровая форма но сейчас очень важно это лайфхаки и для вот самостоятельно мой моё мой конек это показать вам инструменты самостоятельного обучения изучения прокачать вам в том в том числе и мотивацию поэтому это вообще моя такая мое поле и для детей и для взрослых интерес строится на некой игровой форме когда тебе любопытно то что ты делаешь я приведу простой пример когда ты берешь учебник по английскому языку там есть какие-то уже готовые тексты ну каждый кто учился в школе знает что типа открываем страницу 52 читаем и переводим текст про лондон вот это самая распространенная шутка что лондон из the capital of great britain да и все дела и в чем заключается задание вы читаете все вместе к учитают одинаковый текст про лондон его переводят потом в конце текста есть вопросы нужно отвечать на эти вопросы либо своими словами либо искать ответы прямо в тексте почему через несколько дней после такого урока все новые слова про лондон выветрится из головы или в принципе все слова выветрится из головы потому что может быть лондон великий город но вам на него мягко говоря пока что начихать вам не интересно эта тема вообще сейчас вот в данный период жизни или например открываешь учебник и написано тема кухня слова на тему кухни и там сковородка кастрюлька не знаю там ложки вилки я открывала смотрел и там еще был этот труба вот знаете которая когда камин и вот труба идет из нее дым на улицу выходит зачем человеку которого на кухне нет камина или печки да зачем ему знать слово труба он может его вызубрить он может тест на него написать он может даже потом его в тексте с английского на русский узнает но он его не запомнит потому что к нему это никакого отношения не имеет то есть вот то что я сейчас рассказываю это одно из достаточно слабых таких сторон курсов репетиторов языковых школ дается материал не от подопечных то есть не то что интересно подопечному а то что типа полезно для английского и обсуждаются темы то есть людей заставляет расскажи мне свое мнение на тему прочитанного текста да за меня нет мне этот текст был изначально не интересен почему я должна выдавливать из себя это мнение до из пятидесяти каких-то абзацев предложений и еще мне будут оценивать хорошо ли я это мнение сформировала или нет поэтому единственное что важно это английский язык тут тоже у меня есть хороший пример например вот вас преподаватель спрашивает как ты провел лето на эти любят писать это как называется сочинение да на тему как ты провел это летом вот вас спрашивают как вы провели это лето и вы знаете что если вы напишите один маленький абзац и там будет написано мое лето было очень скучным я лежала на диване и смотрела сериал точка да то вам поставят двойку и вы знали хотя это и было вашим летом например поэтому вы начинаете выдавливать из себя умные мысли и сложносочиненные предложения причастие прилагательные что там еще нужно вступление основная часть заключения какие-то цитаты о великих людей хотя кого ну к вашей изначальной идее это не имеет отношения вы работаете на оценку и вот эта привычка давать правильные ответы на вопросы которые вас изначально не интересовали отбили желание вообще заниматься процессом изучения и в английском языке вот это вот очень сильно срабатывает и вы знаете дорогие мои марафонцы знают я вам показываю инструмент например я рассказываю вам про инструмент радио или я рассказываю вам про инструмент как слушать песни или смотреть фильмы и дают технологию алгоритмы техники как это нужно делать но я всегда говорю я с удовольствием дам свои рекомендации пожалуйста но всегда выбирайте только то что вам интересно потому что если вам интересно не будет память не откликнется вы ничего не запомните вы запомните на какое-нибудь короткое время да и это также быстро забудется поэтому какая бы польза не была бы да то есть как бы вам не казалось что это какой-то очень полезный материал она в голове не будет закреплено потому что к вам это не имеет никакое от нас никакого отношения следующий часто распространенный вопрос а вот ассоциативный метод как учить слова можно ли учить слова ассоциациями это типа когда ты говоришь что ну я здесь такой забавный пример да что вот бэтмен это как ватман только через бэр ну вот такая вот да ассоциативная методика какая-то да вот можно ли учить ей слова ну как бы можно только это бестолково потому что вы задваиваете затраиваете запитеряете информацию в голове у себя как запоминать слова надежнее составить предложение которое имеет к вам отношения например при вот приведу очень такой хороший пример которого из которого сразу поймете в чем дело например есть вам нужно выучить слово рюкзак или вам нужно выучить слово какое-нибудь такое решетка не знаю то есть оно вам как бы нужно вы понимаете что оно вам нужно но если вы будете его зубрить то она заполнит запомнится ненадолго что такое составить предложение про себя во фразе у меня нет рюкзака или у меня на окнах нет решеток если это правда это если так и есть вот вам это запомнится лучше чем если вы будете говорить предложение как в тесте до написано очень много очень многих улицах москвы на окнах есть решетки это не запомнится потому что вам это не интересно наташа привет привет над вот поэтому обязательно ваше собственное любопытство всегда должно стоять на первом месте если вам говорят учите английский по сериалам да действительно я рекомендую сама сериал друзья потому что он очень универсальный он подходит очень многим но если вам он не нравится вы по нему английский не выучите какой бы полезной и лексикой он бы не был набит понимаете поэтому вопрос в том чтобы выбрать тот ресурс который у вас откликается потому что английский это лишь инструмент это не цель то есть вы смотрите фильм не чтобы выучить английский вы смотрите фильм чтобы посмотреть фильм и и английский это лишь язык этого фильма понимаете в чем разница и вы чтобы понять о чем фильм осваиваете английский язык или книги мы с вами в марафоне читаем книги на английском в оригинале я сделала свою подборку я включила туда книги которые я рекомендую плюс еще он у меня есть просто рекомендации да какие вообще книги можно именно для английского взять но кто обратил внимание марафонцы кто уже знает я подобрала абсолютно разные книги и какие-то такие философские и и смешные и забавные такие знаете дура с дурацким юмором и более лайтовые и на подумать и на отдохнуть почему потому что у каждого будет свой интерес и как ни странно даже если вы прочитаете из этого всего списка только одну книгу но только ту которая вам реально интересно вот тогда это будет намного эффективнее чем если вы прочитаете все книги через не хочу тут возникает очень часто у ребят вопрос типа если я вообще не люблю читать книги да вот не люблю я читать то какой мне тогда будет какая-нибудь от этого польза очень хороший это вопрос потому что я рекомендую например еще да у меня есть хороший инструмент слушать радио есть определенный алгоритм я его тоже рассказываю вам в марафоне как правильно слушать радио так чтобы развить навык параллельного нативного слушания и мне часто меня спрашивают а если я говорю выберите ту радиостанцию которая вам интересно это может быть с музыка это может быть с политика это может быть экономика это может быть какой-то там шутки юмор что угодно авторадио какой-нибудь на английском что угодно да но мне человек говорит а мне вообще радио не интересно в принципе у меня задача вам показать ну вот разные инструменты они не обязательно все должны вам быть интересны может ли быть такое что вам только один пригодится да и именно он вы например песни да и рекламные ролики или блогеров то есть разные есть инструменты есть я не просто говорю типа вот а теперь читайте блогеров я даю алгоритм как именно правильно читать блогеров так на английском чтобы ваш английский стал лучше при этом тоже так вот и вот можно среди всех вообще в итоге найти только один инструмент и он настолько тебе подойдет что весь ты английский из этого инструмента закроешь вот может и быть и такое но для этого нужно перебирать потихонечку до нужно понимать что мне вот этот вот инструмент вообще не подходит вот этот инструмент мне вообще не нравится ну вот под себя это невозможно если вы на курсах или у репетитора или там еще где-то в языковой школе обучаетесь потому что там больше уже вы приходите к репетитору а он вам приносит распечатки понимаете иногда у вас спросит какие темы тебе интересны пути он с подпутешествия если мне интересна тема путешествия это не значит что мне интересно читать про путешествие вот это очень важно поэтому здесь все-таки до основной вывод которому я и пришла что самостоятельное осваивание английского это один из самых действенных один из самых время экономящих финансо экономящих занятия потому что в итоге вы занимаетесь только тем что вам нравится и не занимаетесь тем что вам не нравится а я сегодня только говорила про домашнее задание не всем нравится делать домашнее задание и это нормально вы знаете мне такая ну такая психологическая шутеечка всегда когда родители ну чьи-то родители каких-нибудь детей при мне говорят как заставить своего ребенка убираться в квартире например не гореть тем чтобы делать целыми днями домашку важно ли делать задание ну вероятно важно да если процесс если вы пришли к репетитору и он дает вам задание надо такое большое тесты переводы делать да вот вся история значит согласно его какой-то методики надеюсь туда что она просто у него есть она имеет какой-то имеет ценность поэтому ну делайте окей но во что верю я я верю в то что мы с вами каждый из вас уже очень давно осваивают английский осваиваете и немножечко устали и от домашки не только с английским это связано потому что в русской школе в российских школах в принципе дофига заданий да и вы просто задолбались делать эти домашние задания вы даже и вы знаете вы даже задолбались их не просто делать вас наверное больше на вас давит что вам их нужно потом проверить что кто-то их проверяет и кто-то они могут оказаться неправильными а если ты их не сделаешь то тебя еще почему ряд за то что ты их не делаешь понимаете что их нужно списать по ним нужно отчитаться что кто-то от тебя ждет что у тебя будет выполненное домашнее задание вот я верю в том что в для взрослых людей это уже не совсем рабочая схема потому что когда мы с вами учились в школе в любой причем школе в которой бы мы не учились у нас было время чтобы делать домашнее задание потому что в принципе мы ничем другим особо не занимались там когда нам было десять лет у нас школа была основным занятием окей а сейчас а сейчас у нас работы семьи личная жизнь отдохнуть надо успеть да теперь у нас есть куча ответственности теперь у нас есть какие-то интересы теперь у нас есть время ну как нам сначала кажется да чтобы эти интересы этими интересными заниматься какое домашнее задание сюда впишется так чтобы его делать там два часа в неделю никакое поэтому и репетитор если вы сейчас это слушаете если ваше задание занимает не пять тире десять минут то вообще лучше его убрать то есть в какой формат рабочий коротенькие уроки по десять пятнадцать минут максимум в которые в себя заключают как я уже сказала интерес мотивацию любопытство где английский выступает всего лишь как инструмент как посредник между тем между тобой и тем что ты хочешь рассказать десять-пятнадцать минут в день и задание очень лайтовое либо полностью чтобы оно отсутствовало либо лайтовое понимаете например если я говорю что вот тебе задание послушать песню Бейонсу для меня это не то же самое что если бы я сказала вот тебе текст на шесть листов переведи ответ на вопросы то есть я даже первое заданием назвать не могу да то есть просто сделай вот это вот поэтому исключительно вот тот формат к которому я пришла это который считаю самым эффективным не индивидуальные занятия потому что индивидуальные занятия это опять же натаскивание тебя на больше такой язык не на котором ты разговариваешь да а на котором тексты написаны ну там не за статьи в крутом учебнике headways peak out или я не знаю что там еще сейчас модно почему учатся люди да я просто вообще не ну в своем ни в одном из своих курсов я учебник не выдаю чтобы кто-то по нему учился да то есть мы там все наборный материал да и в основном из самого живого не адаптированного текста то есть статьи интересные какие-то интернет ресурсы интернет издания блогеры и так далее вот это то что очень важно понять то что я сегодня хотела с вами обсудить большое слово интерес да да а а чтобы вам было понятно где вы конкретно этим английским пользуетесь потому что если вы рассказываете про лондон если вы рассказываете про семь чудес света я вот видела в х2 есть такой текст там это очень интересные факты вне сомнений окей но они так мягко говоря к вам отношения не имеют а значит что никакой большой пользы в итоге от этих от этого словарного запаса не будет ну вы воспользуетесь словарем переведете обсудите поймете но ничего не запомните это прям сто процентов надолго вы не запомните вот гадалки не ходи поэтому берете если вам интересно читать биографию леди гаги если вам интересно читать про атомные какие-нибудь электростанции то читайте про них если вам интересно читать какие то документальные вот недавно да одна подопечность сказала да про документальные документальные эти фильмы смотреть про тюрьмы я не там даже Я даже в посте об этом писала. Я говорю, да смотрите, потому что это не должно быть скучно вообще. Потому что как только это будет скучно, вы этим не воспользуетесь. И вот вопрос задает Юля, по каким учебникам учить детей школьного возраста? Не по каким. Учебники выкиньте в топку. Я понимаю, что вы вынуждены многие отдать своих детей в школу, и там учебники. Это вынужденная мера, потому что есть школьная программа, и, собственно, ребенку нужно по ней заниматься. Но дети всегда умнее взрослых. Перестаньте вы, перестаньте учить детей тому, как вы видите английский. Потому что дети всегда талантливее вас и способнее вас. Не нужно ни в коем случае делать вот эти развивашки, карточки. Вспомните, как вы учили русский язык в детстве. Мама не раскладывала перед вами всего лишь 10 карточек. На одной было написано стул, стол, апельсин, мандарин, елка. Вас окружал русский язык. И сейчас ошибочным будет считать, будете, если вы будете считать, что английский вас может окружать только в Америке. Это не так. И вся моя страница, каждый мой курс, каждый мой марафон направлен, каждый пост, прямой эфир направлен только на одно. Английский вокруг вас. Вот, пожалуйста, стоит у меня упаковка сока. Английский. Понимаете? Все английский. Вот отсюда прям можно выучить предлоги. Вот отсюда можно выучить прилагательные. Тут все написано на английском. При этом, кстати, продюсер в Таиланде. А, нет, извините, Вьетнам. То есть все равно на английском. Английский буквально везде. Вот вы берете карандаш. Извините, мне позвонили. Вот вы берете карандаш, и здесь написано на английском. То есть он просто везде. Вопрос заметить, увидеть и этим воспользоваться. Мы погружаем вас в эту среду, состоящую из радио, из блогеров, из фильмов, из сериалов, из видео, из песен, из интервью, из забавных стендап-видео, кстати, очень забавных. Вот мы вас в это во все погружаем, и вам не нужны бесконечные носители рядом, которые, кстати, вот вы когда идете по городу своему родному на улице, у вас что, все вокруг с вами разговаривают на русском, что ли? Нет, конечно, все идут мимо. Поэтому мне очень нравится, когда люди говорят, что типа надо поехать, только в Америке можно выучить английский, прямо вы идете, и все с вами на улице, прямо на Rodeo Drive, там все с вами по-английски останавливают вас, с вами вас английскому учат. Ну, конечно, нет. И еще, кстати, один классный лайфхак, я скоро буду его давать своим подопечным тоже. Очень хороший прием. Попробуйте, не все делают это упражнение, не все в итоге такой смелость, ну, сразу ее в себе находят, но очень крутое, очень действенное. Сразу прорабатывают многие барьеры. Попробуйте целый день в родном городе разговаривать только на английском. Заходите, хлеб покупайте на английском. Вот как можете. Будут спрашивать, говорите, что вы студенты из Словении. Вот это прям вообще супер лайфхак. Чтобы не стесняться пока что своего акцента, еще что-то, пробуйте. Убедитесь, что мир не рухнет, что потолок на вас не падает. Столкнитесь с тем, когда вас не будут понимать. Вы зайдете, специально зайдите в магазин одежды и просите у нее что-то на английском. Вы делаете это не для того, чтобы продавец вас понял и ответил. Вы это делаете, чтобы вы произносили вслух. Даже если вас не поймут, чаще всего вы встретите, I'm sorry, I don't speak English, что-нибудь такое. Окей, вы делаете это, чтобы себя разговорить. Для этого не нужно ехать в Америку. Это, кстати, все очень, то есть слушание и разговорные навыки, это взаимосвязанные истории. Начинаете физически разговаривать, подтягивается понимание. Начинаете больше слушать, как мы с вами делаем по технике просмотра фильмов, песен и так далее, да. Начинаете больше говорить. Это не учебники, не рабочие тетради, не домашние задания, не групповые уроки, не тысячи, 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 потраченные на преподавателя-носителя. Это все не так, вот то, что я сейчас перечислила, не все не так эффективно, как вот эти простые шаги, которые я вам описала. Вот. У меня есть еще полно для вас, есть полно лайфхаков, я буду следующие эфиры обязательно про них рассказывать. У меня их огромное, огромное, огромное количество, чтобы сделать каждый процесс эффективнее. Потому что, помните, да, наша с вами задача, чтобы вы отказались в итоге от репетиторов, курсов, марафонов, каких-то школ языковых и так далее, чтобы вы отписались от всех блогеров по английскому языку, даже включая от меня. Это моя первоочередная задача. Мы с вами останемся добрыми знакомыми, добрыми приятелями, будем с вами, не знаю, встречаться, чай пить, кофе пить. Но если вы сейчас не подписаны на миллион пабликов по русскому языку, тогда почему вы подписаны на миллион пабликов по английскому? И моя задача, чтобы вы от этого всего отписались. И самый эффективный инструмент – это вот такие самостоятельные моменты. За сколько это все осваивается? Неделя вы уже видите результат. Просто вопрос абсолютно простой. Первое – правильная методика. Второе – правильная атмосфера. Третье – интерес и мотивация. Четвертое – это доступность по времени. Короткие, емкие, но классные огненные уроки. И пятое – синко, да, синко-де-майо, но уже прошел праздник, но тем не менее. И пятое – это доступность по стоимости. Потому что я настаиваю на том, что английский обязан быть доступным. Все эти десятки тысяч, которые назначают курсы, которые в итоге выливаются, репетиторы и так далее, это просто несправедливо, так быть не должно. Поэтому я совершенно не удивлена, что, ну, я у вас всегда рада приветствовать на нашем марафоне. Он уже больше года держит уверенно марку самого востребованного, самого популярного марафона в интернете по английскому языку. Потому что за 30 дней, за 33 дня и за 990 рублей ты меняешь свое отношение к языку, свои разговорные навыки прокачиваешь. И ты делаешь так, как не делал никогда, ты наконец-то начинаешь свободно разговаривать на английском. Потому что это не вопрос зубрежки ни в коем случае, это вопрос вот таких вот простых действий, о которых я тебе сейчас рассказывала. Я, конечно же, сохраню эфир. Кто-то мне здесь спрашивает, будет ли в сентябре марафон. Более того, я уже даже сделала отложенные даты старта. Смотрите, ребят, есть ли у меня места на ближайший марафон? Да, есть на ближайший старт. Я очень прошу написать мне в директ, кто хочет подключиться к марафону, который длится 33 дня, с 990 рублей. Написать мне в директ, просто пишите с пометками, Диана, расскажи про марафон или возьми меня в марафон, что угодно, я пойму, про что вы пишете. Есть у меня также, так как было очень много заявок, есть отложенные даты, еще набор на 26 августа и на сентябрь. Тоже уже открыт набор, тоже просто напишите мне в директ. Просто здесь очень много ребят сейчас, да, если есть вопросы, как проходит, подходит ли это тебе по уровню, ну вот это вот, если все-все-все-все-все-все вот так перебрать, то, естественно, мне проще ответить каждому, потому что у каждого своя ситуация. Я обязательно спрошу каждого, кто мне напишет про уровень, да, это очень важно понять, как сейчас сами оценивать. Обязательно спрошу, как будете использовать английский, чтобы посоветовать вам самое лучшее, самое полезное. Вот, вот такой формат у нас будет в ближайшие 33 дня. Это, конечно же, подходит и подросткам, только давайте договоримся, да, что мы соблюдаем хорошую субординацию. Это подходит родителям, чтобы показать английский для своих детей совершенно новой стороны. У меня очень многие репетиторы, учителя английского проходят марафон, потому что это совершенно новые стороны в методике. Вот, поэтому добро пожаловать и те, кто совершенно с нуля учит английский, кто еще никогда ни одной буквы вообще по-английски не знает, не знал, никогда не учил, кто в школе учил только немецкий, либо же кто уже учил английский, но он подзабылся, либо же кто, например, уже свободно разговаривает, но понимает, что нужно еще, еще, еще вырасти. Вот, поэтому смело пишите в директ, с этим тоже разберемся. Я обязательно сохраняю этот эфир, он будет доступен здесь 24 часа. Мы говорили про лайфхаки, о том, как каждый из форматов сделать более эффективный, даже дала задание вам такое стрейчинговое. Вот, кто присоединялся ближе к концу или к середине эфира, обязательно пересмотрите его с самого начала. Я уверена, что эта информация будет вам очень-очень полезная. И с друзьями, приглашайте друзей посмотреть этот эфир, потому что давайте согласимся, о таком не рассказывают, ну не принято на курсах о таком рассказывать. Я в курсе считаю, что вам нужно по десятому, по двадцатому разу рассказывать про present simple, present perfect, я не знаю, про предлоги, артикли, еще что-то такое, не замечая, что если, ну если 30 раз рассказали, и вы до сих пор свободно не разговариваете, то значит дело не в том, про какие времена вам еще рассказать. Нужно какой-то, да, внутренний тумблер вот этот вот переключить, чтобы у вас все сдвинулось вот с этого такого, ну не хочу быть мертвые точки, но плато, да, то есть такой равнины, где очень давно нет результата, который бы вам нравился, который бы вас устраивал. Вот, поэтому любые вопросы, все, что вас интересует, вы смело задавайте в директ, каждому я рада, тем более у меня сейчас есть время, я его выделила для того, чтобы с вами в директе поболтать, ответить каждому, может быть я не идеальный переписчик в директе, но обещаю максимум информации, сколько смогу, обязательно дам, со всеми поделюсь. Вот, ну что ж, до следующих эфиров, как и обещала, продолжу эту тему с лайфхаками, потому что у меня их для вас еще очень много в запасе, а этот эфир я сохраню, конечно же, на 24 часа, он будет здесь доступен. Все, я вас крепко-крепко обнимаю, спасибо вам большое за это уделенное время, прежде всего не мне, а вашему свободному английскому. До встречи в марафоне, в директе.